Азербайджанцы Грач Каприэлян – армянский меценат и бизнесмен, проживающий в Швейцарии, является председателем правления ЗАО «Арцахбанк» и генеральным директором швейцарской элитной часовой компании Frank Miller USA. Грач утверждает, что родился в Константинополе, что отражает как разнообразие города, так и гордость его семьи, происхождение которой восходит к Средневековью. Семейное наследие Грача – это работа, которая его обязывает и является стимулом. Он импульсивен и готов к борьбе. Он человек действий, а не слов. Его имя означает «огненное око», языческий символ, позволяющий проникнуть в душу человека. Статья полностью доступна на нашем сайте. Согласно новостному сайту Ларагир, группа женщин из Арцаха встретилась с командующим российскими миротворческими войсками генерал-лейтенантом Геннадием Монашкиным, чтобы выразить свою обеспокоенность недавными преступлениями, совершенными Азербайджаном, которые остаются безнаказанными. Они заявили о необходимости пересмотреть существующие механизмы безопасности. В приложении перечислены преступления Баку в миротворческий период. Последним был кровавый инцидент 9 ноября. Как сообщает сайт, ранее они ссылались на присутствие российских войск в Арцахе и говорили, миротворцы не оказывают помощи народу Арцаха, а находятся в Арцахе с антиармянской российско-турецкой сделкой. Безопасность – это не миротворцы, а политические гарантии в виде статуса и международного признания. Арцах не в долгу перед Россией. Напротив, Россия дорого заплатит за все, что она делала против Арцаха с 1813 года. Первый выпуск программы «Ремесла и искусство Западной Армении» на телевидении «Западная Армения» посвящен волночному производству. Цагик Восконяны Западной Армении рассказала о распространенности этого ремесла или, как она часто упоминает, искусство. Она более подробно рассказала об известных людях в Бетлисе, которые занимаются этим ремеслом. Обратив внимание на сходство и различия произведений, созданных в разное время, она ознакомила нас с традиционными и нетрадиционными технологиями. После 44-дневной войны Арцахский Тигранакерт перешел под контроль Азербайджана. И видео, размещенное на YouTube-канале азербайджанского журналиста Садета Мамедова 31 октября 2021 года, с особой гордостью показывает, что парк королевских фонтанов Тигранакерта стал местом развлечений. Таким образом, Азербайджан нарушает историю и целостность культурного наследия, лишает возможности передать наследие поколению, что противоречит ряду международных принципов, вытекающих из Конвенции ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном наследии. Западная Армения решительно осуждает очередной антиармянский акт Азербайджана и обращает на него внимание международных организаций. Бригады муниципалитета и ПЭКОЛ у провинции ВАМ в Западной Армении собрали 40 тонн мусора на берегу озера ВАН, где из-за изменения климата уровень воды снизился на несколько метров. Губернатор и заместитель мэра провинции, отметив, что подобные работы муниципалитета направлены на повышение осведомленности граждан, заявили, «Выбрасывая мусор в море и на берег, мы не только загрязняем окружающую среду, но и разрушаем природу. Большинство этих отходов смешиваются с природой, и живые существа гибнут. На устранение этих последствий уходит много лет. Давайте жить в чистой окружающей среде, не загрязняя природу, море и воздух». По прогнозам Национального центра метеорологии, в северо-восточных регионах Западной Армении ожидается плотная облачность. В провинциях Игдыр, Багеш, Ван и Сагерт будут наблюдаться осадки в виде дождя. В регионах Агар и Хакари пройдет сильный снег. Кроме того, сегодня утром и ночью в некоторых районах республики ожидаются туман, лед и мороз. В Никосе официально открылся парк дружбы Кипр-Армения, на котором присутствовал новоназначенный посол республики Армения в Греческой республике Тигран Макарчан. На церемонии открытия присутствовали официальные представители республики Кипр, лидеры партий и представители кипрско-армянской общины. Отметив, что Кипр является союзником и другом Армении, посол Макарчан высоко оценил роль армянской общины в армяно-кипорских отношениях, выразив особую благодарность Вардгесу Махтасяну, по инициативе которого был открыт парк дружбы Кипр-Армения. Мероприятие, организованное в рамках открытия парка дружбы, завершилось выступлением хора Пресвятой Богородицы и танцевального коллектива Сипан. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...